Герой этой истории все свои 30 лет прожил в городе, на природу он если и выезжал, то только к друзьям на дачу, чтобы пожарить шашлыки. Окончив учебное заведение, мужчина устроился на работу в компанию по проектированию фундаментов для частных лиц. Там он проработал 6 лет, пока не попал под сокращение. В поисках работы мужчина стал обзванивать своих старых друзей, и в результате один из сокурсников пригласил мужчину к себе в гости. Он работал на стройке, и там требовался опытный инженер. Мужчина с радостью согласился. Через неделю он уже летел в самолете в глухую тайгу, где ему подыскали неплохую должность и ввели в курс дела. Через пару дней, когда наступили выходные, его товарищ предложил сходить вместе на охоту. Мужчина до этого стрелял только в тире, но все же согласился. В лесу они разделились, но при этом слишком далеко друг от друга старались не отходить. Инженер сначала хотел просто погулять и подышать свежим воздухом, но внезапно увидел на ветке большую фиолетовую птицу, похожую на тетерева. Забыв обо всем, мужчина вскинул ружье и начал стрелять. Ему удалось перебить крыло птицы, но та была еще жива. Она стала прыгать с ветки на ветку, пытаясь взлететь. Парень бросился за ней, стреляя на ходу. Вскоре у него закончились патроны, и тетереву удалось скрыться от неопытного охотника. Мужчина огляделся и понял, что он не знает, куда идти. Он стал кричать, но на его крики никто не отзывался. В отчаянии инженер бродил по лесу несколько часов, но выхода так не обнаружил. С наступлением темноты стало холодать, а мужчина пошел на охоту в тонком спортивном костюме. Чтобы не замерзнуть, он забрался на самый высокий холм, где наломал сосновых веток, после чего соорудил из них нечто похожее на шалаш. Почти всю ночь он не мог заснуть, постоянно опасаясь, что на него нападут дикие звери. Лишь с рассветом мужчине удалось немного отдохнуть. Допив остатки воды, которая была у него в рюкзаке, он начал искать выход к поселку. Через полчаса ему показалось, что вдалеке кто-то ходит. Мужчина бросился на звуки, при этом громко выкрикивал имя своего друга. Он надеялся, что это его товарищ разыскивает своего пропавшего друга. За кустами мужчина увидел огромную яму, около нее сидел маленький медвежонок, а еще чуть дальше бродила его мать. Медведица заметила человека и поднялась на задние лапы. Увидев такую картину, мужчина бросился бежать. Сзади он услышал хруст веток. Парень понимал, что останавливаться ему нельзя, так как медведица его вот-вот настигнет. Он бежал до тех пор, пока сил совсем не осталось, но сзади все еще был слышен хруст веток. Не замечая ничего вокруг, мужчина споткнулся об корень дерева и упал. Он пролежал несколько минут, ожидая, что зверь его сейчас разорвет. Но ничего не происходило. Подняв голову и оглядевшись, герой понял, что медведицы нет. Зато между деревьев виднелись линии электропередач. По ним уже можно было добраться до поселка. В деревне новому соседу никто не поверил. Люди посчитали, что он либо все придумал, либо ему померещилось. Но мужчина на всю жизнь запомнил эту историю и больше никогда не причинял вред животным. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.